всем привет начинаю распаковку скажем так с козырей это miracle man omnibus omnibus как угодно очень ожидаема мною книга во-первых потому что я ее не читал полностью году в каком-то я уже не помню каком восемнадцатом семнадцатом в общем когда ребята на комиконе выпустили камильфо полное издание miracle мэна это было на мой взгляд фиаско потому что максимальный криш какой-то сразу просто сходу был я расстроился забил как бы лишний раз поняв что надо читать это в оригинале и нафиг это все вот и стал читать в оригинале и понял что у меня первых очень мелко во вторых я не хочу читать это не на бумаге потом премьерки получается выше не очень по размеру и лета рингу ну и короче в итоге отмазки скались очень долго вот но по факту вот а мне бы все-таки вышел в рамках именно как раз таки продолжение от него геймена долгожданного который в году началось силу речь как я понял они как раз таки решили наконец-то и оригинального автора издать оригинал в райтер и оригинал автор как у на мой теперь просит называть алан мур издание с супер тонкой бумагой безусловно тут вообще без вариантов сразу было но в целом вообще пофигу было мы с димоном и володи поняли что она единственная книга которому стопудово в этом году купим без вариантов ребята я как бы читали я их вкусу доверяю во первых вторых я читал другие комиксы алан мура представляю о чем меркл мэн в целом мне сама тема интересна и творчеством уровне интересно поэтому почему не взять вот там нибудь за 50 долларов именно на почитать ответь немножко уже волниться бумага не уже точнее еще надо будто размять плюс он от влаги книга довольно хреновенько себя ведет скажем так потому что принципе зимой вообще не люблю возить книги те которые тонкие не очень качественно печатано они конечно начинают давнить другой стороны здесь черная краска как видите везде это половина книги это добы кстати ребята обращаю внимание смотрите вот это все до практически там дальше ну да вот чуть-чуть комиксов идет не тоже как удобно уже расценивается очень много и оригинального арта и пустых страниц без покраса обложки разные статейки там были про мир и калмэн и еще что-то там отдельно писалось про его историю издания и так далее в общем я прочитаю вам небыз обязательно сниму обзор на самом деле очень хочу просить все-таки это сделать диму потому что дима давно серии отличие от меня читал данном случае я скорее как позер взял на хайпе с большим ожиданием вот представляешь это какая-то супер крутая вещь вот и володя тоже читал к слову ребятам привез тоже умники такая нас первое получилось братская коллективка это тоже та самая книга другие обложки дарят марки по моему варианты вот такая обложка полного нарисовал кивина си не путу сзади все то же самое и володя вот такая обложка это лич рисовал горелич с художников комиксами вот крышки тоже слова разные да как видно она была такой тут такой у меня вот такой цвет цвет крышков другой и внизу фотка рисунок амирикл мэн самого очень классно оформление к слову с белой штука прям вот вообще максимально секс еще была бумага не такая толстая было бы классно к слову все три книги нам побили и здесь щип меня начинает разочаровывать очень сильно возможно в следующем году меня есть склад но я всего лишь одним уголком отделался переживу совершенно ребят сожалению вот внешне все уголки побились было корешки целы далее ласт ронин черепашек ниндзя книжка ушла вопы вообще максимально быстро в юлипом когда она вышла сразу там еще была задержка про не писали на бледен кул точка ком о том что многие жаловались ритейлеры что отгрузили кому-то раньше книгу кому-то в итоге не досталось ну какая-то гремотя была максимальная что меня первое удивило размер книги а это эти w издательства смотрите размер вот ровно как амнибус по высоте и по ширине кстати тоже то есть ровно амнибус формат не ожидал честно говоря не знаю почему но не ожидал наверно потому что я это деда в лесном тбшки собираю черепаховые не знаю буду ли продать делать дальше почему-то проблема стала их доставать по нормальной цене обратить внимание лак на оформлении я к слову книгу то на доп заказе взял на чип график но волос очень советую сайт этот плане у них раньше была плохая упаковка теперь в целом не все они приходят вообще ок отличные берсерки целые приходили вот ронин пришел отдельно очень удобно было я оплатил опять через услуги склада заранее книгу где-то по моему в конце августа и вышла она где-то концу сентября наверное вот в итоге только сейчас я привез то есть она именно допечатывалась я так понял но она не стойки я ее не видел может и было и вообще нигде особо не видел какой-то видим топ тираж был или может быть просто не не всю партию грузили немного уже вот обложка такая вот у меня идет ветер с этого изгибается здесь дело в том что это soft touch имейте ввиду он не марки при этом не особо по крайней мере марки если конечно сильно долго держать лак то протирается нормально а здесь принципе я удержу как ни стран даже не остается отпечатков поэтому soft touch очень качественной пока что по крайней мере но из-за этого обложка немножко вот видимо материал мягче обложка немножко себя видео странно хотя очень твердая корешок такой себе он вроде как ну да вроде сигнатуры то есть но очень глубоко посажены на клей то есть он шит и все дела но глубокий пора сам комикс ничего пока не хочу говорить расскажу подробнее его читал в цифре вот у меня к нему смешанные чувства большей степени скорее нравится кроме некоторых нюансов вот но расскажу подробнее в обзоре хочу только показать здесь сразу вам мини-тизер обложку как господи чувака который сделал мультик рикки морти ройланд вот джастин ройланд такая совместно с истинного обложка причем там было их несколько по моему надеюсь только вот одну покажется и пока что я нашел очень гарная история не почему-то это очень показал классно далее еще одна книжечка взял на какой господи organic price books магазинах дело довольно большие точнее его делать маленькие скидки небольшие на оценке конечно же мелкие скидки относительно делает там был еще вариант оказывается потом постфактум я узнал тысячи штук была издана в слепкейсе и с каким-то принтами ли что такое но на самом деле там 18 долларов против 50 на мой взгляд вообще не стоит эти принты и слепкейсы чисто как вложение вот или там для барыг похайпить или просто себя себе вложить книжку до купить то что ну кейс дублирует по картинке весь низ здесь по супер обложка я вообще не вижу никакой маза в этом а про сам комикс пока ничего не искать не читал его он является своеобразным дополнением кажется 51 что ли номера джека кирби и стены ли оригинального то есть такой как дополнение там дополнительная история как бы в бок вал событий очень красиво рисунок роста здесь другой совсем видите по покрасу преимущественно теперь это видимо новая стилистиковую потому что четверка новая уже не помню кто там пишет но marvel тоже с его обложками кажется выходит по крайней мере я видел вариант на обложку какую-то поэтому это видимо то к чему будем привыкать я принципе не против очень красиво выглядит интересно оформление еще прикольнее это абрамс букс от не marvel издавал вот сейчас я скажу один интересный нюанс смотрите такая штука с супер обложкой для тех кто не знаю таким фототипой четверка вот и вот такая штука здесь минимализм очень прикольно выглядит блестит как вот видите вот поймал радужным цветом таким в общем очень интересно любопытный главное винтажника прямо это ощущение что книжка какая-то старенькая хоть и сделано по новой качественно такие форзации классные опять же я прочитаю сниму обзор не буду сильно зацикливаться что хотел сказать здесь на черных страницах где много именно печати преимущественно вот черного цвета была такая же история как у симпсонов которых я недавно в прошлой распаковке показывал тоже абрамс к слову причем привожу примеры симпсоны эта книжка и у них вот прям вот эти вот места здесь максимально слипшиеся были и это книги тоже 70 на много хуже у меня было по крайней мере все разлепил но не без выщипа на цвете есть тоже корешок довольно тугой в принципе книжка раскрывается вполне себе неплохо для такой узкой книги ну в целом все ок хотя на мой взгляд могли бы немного аккуратнее посадить страницы чтобы вот готовился еще меньше было даже при таком открытии но это же конечно нюансов сам вот вполне себе нормально я считаю за эти деньги но повторюсь книга разлеплялась как бы с таким хрустиком надеюсь тоже быстро прочитаю и расскажу чё как здание очень красиво к слову как ни странно его не побили его ирона как видите вот склад поэтому тут конечно много нюансов я про них потом напишу статейку там уже для себя сделать и вывода возить имени возить организм проект букс почему прониска вначале и сбился с мысли очень удобно через них доставать книги которые на истоке быстро кончаются вот всякие мелкие типа иронина опять же черепах хотя их иначе графики брал у них тоже была эта возможность до этого четверку хэллбот вместе с ней заказывал в одном заказе хэллбой бонсов джайанс из прошлой распаковки их разбить пришлось разбиваю кстати бесплатно как их косяк считается то есть они вот не могут их там либо ты выбираешь сразу или пыли после тебя выслать это могут раскидку за это делать какую-то небольшую типа пара баксов вот и в целом максимально удобный сервис классно ты переплачиваешь возможно сами книги чуть-чуть но зато упаковка доставка клиентский сервис очень быстрый оперативный классом по сравнению с тем же стоком который в крае хренели тут прям очень все удобно и классно в том числе делать при заказа если бы хочет быть просто процент уверенности при целая красивая книг вот ребята интересно как бы все все организовывают но если опять же 57 баксов ниже переплатить далее ребята будут только книги анкл скрудж и дональдак карла паркса 7 штук вот как я просто рассказать некоторые нюансы про то какие в опы и можно ли все сейчас собрать поэтому если вам утки не интересны принципе можете дальше не смотреть вот я единственно прошу вас полайкать пока ментить не знаю там репост на чего угодно сделать нас порекламировать нам это очень нужно это всегда очень позитивно итак начинаются твентифо каратмун мере кому-то показывать рассказывать эта книга она была вот летом еще за две-три цены на ebay в целом доступно не всегда кстати в хорошем состоянии и вот в конце августа начале сентября была такая массивная допечатка порядка шести или семи книг это меня есть подвигло исключительно вода собрать потому что фанта обычно все очень спорадически идет вот у фантографик да я называю фанта может кто-то не знает вот а тут прям вот максимальный кайф потому что например пинус тоже они сдавали вот пинус это стрип про чарли браун в общем и снуки именно формате стрипов старый черно-белых и цветных они издают тоже раз в полгода по сдвоенному комплекту издавали сколько десять лет получается харды теперь если это башки и воскресные тоже там на пять лет у них по-моему должны выйти все стрипы отдельно и у них постоянно проблему вот несколько раз мне срывалась покупка их потому что вот не все есть и не факт когда все допечатают здесь же сутками они прям максимально решили видимо втопить так как это одна из их и так у меня флагманских серий наверное все потому как они все это делают все это продается с виду по крайней мере неплохо раз есть допечатки и вот в итоге книжки куплены довольно дешево там в районе по-моему 17-22 долларов каждая книга стоит ну то есть номинально они дороже это 35 долларов получается за скидка там около двадцатки выходит ну плюс-минус некоторые дешевле есть из старых те что допечатки всем одинаково стоили еще один анкл скрудж island sky это по-моему не такая старая книга но она тоже к слову уже вот-вот про мелькала и не везде можно было легко достать скажем так летом как раз таки на ее вот фоне пашни анкл скруч серии чуть более интересно мне кажется на более позднее более проработанная из того что я на русском читал как бы и у меня вот рефлекторная хотелось именно к скруч за все таки я больше историю где есть скрудж но сборника дональда тоже довольно много опять же тоже из допечатки резво куплены на инстоке и это тоже оттуда практически все взял там поэтому ребят если вы хотите собрать уток сейчас получается нужно 8 книг купить 9 пардон еще у меня нету christmas in dagburg называется кажется рождество дагуб или просто рождество уток что такое там один домик очень осталось на истоке я сообразил что это ну просто и там три или четыре сборника будет всего вот этих рождественских я честно говоря не запутался и не сообразил что тот который не издали на русском поэтому я его докуплю наверное либо в этом году либо в следующем будут принципе все книги когда читать буду не знаю на русском опять же я уже рассказывал что прочитал сыном то что было по парксу доросом пока я полностью полностью они осилили вот книги к слову про формат раз я сказал про русский язык высота практически в ноль очень приятный момент оформление максимально тоже похожие единственное что эти книги именно англоязычные они уже то есть наши чуть-чуть шире что мне даже немного удивило не знаю как так вышло ну это типография зависит от печатных листов они от хотелок но наши книги чуть шире принципе если эти чуть выдвинуть то корешки на полке смотрится красиво поэтому в этом плане перфекционистов плюс-минус все ок к слову донороса книги в этой же серии на русском они идентичного размера идут а вот в оригинале донороса книги примерно полтора два сантиметра все выше и кажется еще и шире поэтому тоже интересный момент поэтому роста в русском конечно-то на формате нашем ему душновато у него очень детализированный рисунок бабло мелковато поэтому это насть причин чему сына мне их тяжеловато читать на самом деле там барс вот как раз таки в принципе в ноли зачитайте отступление лирическое было мета отступления андерзе пол райс тоже том принципе висит на истоке и висел долгое время не не вижу никаких больших проблем достать вот скружи до были книги которые вы поэту так переплаты два-три раза это прям для меня боль книги к слову я про все сказал кроме того что они офигенно стабильный сдаются то есть получается серия выходит больше по 10 лет я верно помню потому что в серии около 30 книг будет выходит кажется два тома в год вот и посчитайте ну если они нигде не в ровном конечно могу брать оформление везде одинаковое все они круто качество но не знаю мне ранних томов первой печати нету но на самом деле и в этих я не вижу вообще никаких проблем очень хорошая бумага наша может быть чуть плотнее то что остались давала ничего не просвечивает шикарная печать старых метажных комиксов прошитый корешок очень опять же качественный классная книга сама лежит практически все вообще идеально поэтому в плане утиных историй для меня вообще не было никаких сомнений когда решил добрать коллекцию барс и по сути это около 20 баксов за книгу то есть вместо покупки 2 2 3 говяных омников marvel которые будут хрустеть все будут склеены с тонкой бумагой который будет мяться при чтении за цену двух-трех омников можно собрать всю библиотеку барс и очень долго ее читать замечу лос-пай глагмайн на ebay купил единственный тот омик за который я опять же вот рамках своего хайп волны пришлось переплатить то что это единственный книг который не больше не было кроме за адекватные деньги или адекватных продавцов у сейлеров на амазоне я стараюсь книги не покупать были и неприятные случаи приятные тоже были но стараюсь больше не рисковать вот а на ebay принципе взял вот она приехала чистенькая больше скажу как ни странно даже была в термопленке хотя остальные книги никогда с ней не поставлялись мне от фантографикс поэтому любопытно видимо специально тянули уже те кто перекупал и последняя книга балуна тикс мне ее к сожалению побили действенных ниш которую коснули из помимо мерклменов наших с ребятами это по моему самый дешевый том вообще из всех что были вот у меня по серии то что я видела на инстоке что-то долларов 13 15 стоит не помню короче большой большой скидкой почему-то идет могу сказать почему как-то так вот я думаю что буду рано или полно сам садится читать это все дело я к сожалению вот в этом году на такие совсем детские истории тяжеловато себя настроить по ряду причин думаю вам понятных вот но я не исключаю что засяду следующем году потому что это конечно для меня откровением было уже в свои 30 с маленьким хвостиком вот что это на самом деле офигенные комиксы и сейчас даже лучше читаю чем когда я был мелким а мелкими читал не баркса и россу великих барс и росса как бы вот то что издавалось в европе было послабее очень всем рекомендую спасибо что смотрели до новых встреч